Для поцелуев не только в последнем ряду, но на премьере могут быть пробки. Большой экран возвращается к зрителям в формате автокинотеатров. С непривычки погрузиться в фильм довольно непросто. На экран приходится смотреть через лобовое стекло, звук подается по радио, через магнитолу. И тут все зависит от мощности ваших колонок. С другой стороны, от просмотра совсем не отвлекают другие зрители. Формат традиционный для американских пригородов, где без машины никуда. Пришелся как раз к стати в посткарантинную эпоху. Кузов обеспечивает социальную дистанцию. Попкорн по предзаказу доставляют прямо в машину. Непривычная, но все же культурная жизнь. Все уже начали потихонечку сходить с ума и выбраться на улицу, да еще и в своей машине, и не толкаться, да отлично. В Москве открывается пять кинотеатров на парковках торговых центров. Еще восемь в области. Последние работают бесплатно, но и громких премьер не обещают. Потому что все кинокомпании и наши зарубежные релизы свои сдвинули на конец года. Но мы постарались подобрать классику и зарубежную российскую. По той же причине обычные кинотеатры не спешат с открытием, показывать нечего. Хотя как обеспечить безопасность уже придумали. Вот здесь забронировали два места и сразу два ближайших будут блокироваться. Следующие зрители сядут вот на эти два места. Пока Москино делает ставку на летние театры. Знакомые советских времен и пережившие ренессанс прошлым летом в этом сезоне будут показывать авторское кино. Мы надеемся, что в конце июня возможно, ну или в самом начале июля нам дадут возможность открыть летние кинотеатры. Музей, галерея и столица открываются по мере готовности. В историческом музее еще идет масштабная дезинфекция. А в Царицыне уже продали семь первых билетов на завтра. С июня работал только парк. Теперь можно зайти во дворец. Никаких экскурсий и аудиогидов. На полу маршрут, чтобы развести потоки посетителей. Поскольку у нас достаточно сложно организованный маршрут, мы не можем убрать из части экспозиции тактильные экспонаты. Поэтому мы предлагаем их просто не трогать и к ним не прикасаться. Поэтому там, где мы рекомендуем не прикасаться, возникают у нас крестики. Последнее приготовление перед открытием и в московском зоопарке. Уже завтра здесь ждут 2000 посетителей. На входе специальной ДЭС-коврики разметка напоминает о дистанции. Не работают крытые вольеры. Но животные, прежде всего любимцы публики, панды Диндин и Жуэя, а также жираф Самсон с нетерпением ждут посетителей. Их просят быть потише. Животные отвыкли. Они сейчас расслабились и могут находиться совсем близко к сетке и к ограждению, которое разделяет посетителя и животное. Поэтому мы вот и просим, чтобы были деликатные, не пугали, не отталкивали и были очень аккуратные. Столица снова становится нескучно, но от поведения москвичей будет зависеть, останется ли в городе безопасно.